Есть два предположения более здравого смысла. Первое. Название в Балдарии очень много от населенных пунктов, от первого хозяина земли. Сора, Суарица, Сорка, Суари, Сурачи. Земля принадлежала кому-то, отдали в другую, на их имени построили крепость, бродо через них. Сора, Суарица, Сорка, Суари, Сурачи. Но я верю больше в другое. У нас был здесь гарнизон. 100-150, и такой же большой. И вот этот гарнизон должен был обеспечить, как это продовольствие. Кто-то привозили в продовольствие, кто? Сурики. Сурики. Сурики, Сурики. Сурики, Сурики, Сурики. Самолеты. С пленным клювом? Как жалели? Сапли. Как с Сурики с пленным клювом? Сурики, сапли, сапли. Так уже говорили, айсы, поэтому... А это вы говорили, да? Нет, не я, кто-то сыркала. Кто-то сказал, да? Я сыркала. Какие же молдавские легенды, что сюда привозили айсы и виноград. Я думал, гарнизон. И... Кривлянского яну. А туда и яйцы прилетают. Бурзи-то у вас большие? Да. Какие? Вот такие. Вот такие. А бубители? Вот такие. А что за мной пописали? Это ягоды. А, ягоды? Виноград. Виноград, ягоды. Да, виноград. Я понял. Ягоды. Представляете себе, летают айсы с такими грозьми винограда. А татары на том берегу. Куда наши защитники будут смотреть? Мне один из них еще не сказал, что на татар. Они сначала на грозь винограда, а потом уже на татары. Сказка красивая, правда? Спасибо. Но на самом деле, помните, я вам еще раз, Кассачевские, Тринчинские, Срежатые, сюда присутствуют к нашему граду Сороце. И привозили продовольствие, когда приходил у них Сорок. Вот этот вот термин Сорок и Сорок, название города Сорока. Или первый хозяин земли, или это термин, который очень часто мы использовали в средневековье. Карты без Сорока. Значит, князь приказал что-то делать, давал тебе документ, где было написано вот такого числа. Карты без Сорока. Вот отсюда название города Сорока. Воевали, конечно, против татар, самое опасное. Это была стаи волков, стада. Это, конечно, были опасны после... Татары, это крымские, форжские татары. Они сюда наведались очень часто. Мы не платили дань турецкому султану, или не хотели как-то так, как-то потянуть. Наказание сразу. Татары появлялись. Это было страшное дело. В середине 16 века на пороге появляется республика военная Запорожская Сечь. Это была военная республика со своей военной демократией. Это были люди, которые воевали. Ихний удел была война. Это были наемники. Служили. Они были сухопутные пираты. Они могли разбойники. Это были запорожские казаки. Насчет... Насчет наемников могу вам случайно рассказать, который вы не знаете. Австрийцы пригласили их в 1632 году примерно воевать против французов. Взять в Бельгии французский замок. Две тысячи казаков прибыли в лагерь. Первая осада казаков закончилась провалом. Они отступили, подготовились второй раз и пошли на штурм. Французы залезли без боя, а у австрийцев, генералов, волос подняли за тысом. Представьте, я француз, сижу на стенах и смотрю, как идет на меня казак. Волосы на ветру. Уси вот такие. Трубка дымит, как паровоз. Шаровары вот такие многоцветные. Два я тагана, а у меня только маленькая шпажа. Французы открыли ворота и залезли без боя. Так что, конечно, Молдова была на перепутье многих интересов. Так что здесь Польша была, Турция. А еще в Молдавии две политические партии. Пропольско-протурецкие. Когда дрались за власть в Турции с одной поляки, с другой стороны. Сражение у Суцоры. Польская армия разбита. Не наступает назад. И на Улакач Мудилев. Это шаровский цирот. И они, татары, снова ударили. И погиб известный польский гетман, Танислав Жолкетов. Там, между прочим, стоит один из самых старых памятников Молдавии. Памятник поставлен, там, где погиб человек. Это его сын, Ян Жолкетский, сын Гетмана. В 1621 году поставил на место, где погиб его отец. Татарин его убил. Поставил памятник, стоит по всему. А где это? Это возле Березовки, возле Уотач. Едешь на Уотач и не спускаешься вниз, в Излучину. А сворачиваешь дорогу на Данюшаны, 2 или 3 километра от развилки. И снова налево. И проезжаешь. Уже на территории села. Что-то никакой информации нет об этом. На крайне села, даже на территории села идешь, и видно метров 10 высоты. В саде, там сад Явлони, стоит память. Довольно красивая. Из мрамора сделано. Столб, стил полякулы. Столб полякулы называется. Столб ляка. Да, да, да. Я был там, не волнуйся, я был там. Там еще, там легенда еще есть. Есть там легенда, что там комната мраморная, что там стул мраморный, что там стул мраморный, кувшин и стакан тоже мраморный. И золотая карета. Вот эти, пожалуйста, она здесь. Все хотят, куда норовить, забрать эту карету золотую. Между прочим, когда мы начали раскопки, цыганы сразу спросили, а что оттуда вы не считаете? Что, вы не знаете, что ли? Карету золотую не нашли? Еще найдем. Значит, и, конечно, поляки были проблемы с ними, как и Жолкевский. Но в 1650 году была война уже в Молдавии. Гетман Богдан Меницкий, который воевал с поляками, а молдаване тогда дружили с поляками, у них была Василия Рупу, были тесные связи. Вот Меницкий здесь приправся с татарами и прошел с огнем и мечом до пота. Василия Рупу сбежала из дворца, княжеского объятия, в лесах Капотеш, недалеко от объятия. Султан узнал об этом, направил гонцов и говорит, иди встречай Гетмана, узнай, что он хочет. Гетману захотелось три вещи. Первое, что мы ему заплатили дань, 65 серебряных монет, война требует деньги, что мы порвали союз с Польшей. Ну и, конечно, это последняя точка. То есть, вы знаете, самые красивые женщины где? В Молдавии. В Сороках. В Сороках? Нет, не в Сороках. Кажется, с Кишланева тоже есть. Кишлана. Кишлана, значит, у Василия Рупу была дочка Роксандра. Вот, взял твоя карета. Их потребовал дочери для мужа Министова. С трудом, но они добили своего. И они сыграли свадьбу 1 сентября. Но через Сороках они ушли. Но они не были счастливы. Через год, она уже имеет 22 года от рода, она уже... Сивус погиб в Молдавии. Прибыл помочь своему тесте Василию Рупу в борьбе с боярами. И в этой гражданской войне, что случилось здесь, у нас в Молдавии, он погиб в крепость Суча. В советские времена, у меня попала книга русская, у меня есть в старское время. Я ушел из музея, когда вернулся уже книги, что это, к сожалению, не было. Там о смерти в Мелитии было написано. Он вышел в отбор. И в это время поляки, которые брали штурмовку, сучагу, старик, тут пушкарь, решил, дай еще раз ударить. И зарядил пушку, и ударил. В этот момент, и муж вышел в отбор в крепость. Ядро попало в телевизор, она рассыпалась на все стороны, и деревянный осколок попал в телевизор прямо в глаза. Мы ранены в ногу, и в голову, и в щели.